Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днем потеплеет до плюс 5. Ночью и утром на дорогах гололегится. День потеплеет до плюс 5. Ночью и утром на дорогах гололегится. О том, чему там учили и какие перспективы открывает вхождение в резерв управленческих кадров Российской Федерации, в эти минуты в нашей студии молодой специалист расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Энвер. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что вы вошли в Федеральный кадровый резерв Российской Федерации. Кстати, если я не ошибаюсь, вы единственный из нашего региона, кто вошел в этот резерв. И хотелось бы, Энвер, у вас спросить, что дает вам то, что вы стали, ну, как сказать, кадровиком? Спасибо большое. Да, на самом деле, я был единственным представителем в 2020 году, который попал в Федеральный кадровый резерв. Для того, чтобы туда попасть, мы прошли ряд мероприятий тестовых. Это были 3-4 теста, плюс мотивационная часть, плюс собеседование. А итогом прохождения всего этого обучения и попадания в кадровый резерв является то, что мы претендуем на вакантные места более высшего уровня, на котором мы уже сейчас находимся. То есть на сегодняшний день я являюсь заместителем начальника отдела. И при возможности, при вакантном месте, то есть переводят представителей этого кадрового резерва на другую должность. Ну, я знаю, что вы сейчас обучались, прошли обучение в Москве, в высшей государственной школе. Да. Как она правильно называется, скажите мне, и вот чему вас там научили? Обучение проходило, как вы правильно подметили, в высшей школе государственного управления при Российской академии народного хозяйства при президенте РФ. То есть в РАНХИКСе мы прошли пять модулей, три из них были очны, а два заочных в связи с санэпидемиологической обстановкой. Какие модули? То есть каждый модуль, он предполагал углубленное изучение, то есть ряда направлений. То есть это управление, это мотивация, это общение с персоналом, то есть разного рода были модули. И по итогам каждого модуля мы опять-таки проходили тесты, то есть насколько мы освоили образовательную программу. Таких участников в данном году, Федерального кадра резерва в 2020 году, было немного, порядка 150 человек со всей Российской Федерации. Всего? Да. С нами встречались представители кадровых служб администрации президента, правительства Российской Федерации. У каждого из нас были наставники. Не значит ли это, что вот такой молодой хороший специалист покинет Карачаево-Черкесию и уедет, допустим, в столицу? То есть для тех ребят, которые состоят в кадровом резерве, периодически поступают предложения... Я лично о вас спрашиваю. Я думаю, нет. Я очень люблю Карачаево-Черкесию. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Новых высот, новых побед и успехов в работе. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на русском языке. Хорошего продолжения дня. Приятных выходных и до встречи в эфире. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 5,8,5. Золотой. Грандиозное шоу династии Багдасаровых в Кисловодском цирке с 13 марта. 1 марта в 17.15. В прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24» и «ОТР». А также в эфире «Радио России» и «КЧР-ФМ». Глава Карачева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 339 91. Итак, 1 марта в 17.15. Задайте свой вопрос главе республики.